Там мы одеваемся, там при нас есть тестер. Это человек, который следит за тем, чтобы в средствах индивидуальной защиты не было никаких дефектов, чтобы они были надеты правильно, потому что не со всех сторон человек себя видит. После чего, после контроля тестером, человека выпускают через условно чистый шлюз в инфекционный очаг. В инфекционном очаге мы выполняем свою работу, после чего мы выходим через условно инфицированный шлюз. На выходе из шлюза есть рамка, которая опыляет нас раствором антисептика, после чего мы проходим к предбаннику инфицированного шлюза, в котором мы снимаем первые элементы, первый слой из средств индивидуальной защиты в определенном порядке, установленном, как бы четко протоколизированном. После чего проходим непосредственно в шлюз, где снимаем с себя остальные средства индивидуальной защиты, после чего есть санпропускник, где есть душ, туалет, место, где можно воды попить и все, после этого, пожалуйста, в бытовую зону. Я работал с 8.00 до 16.00 в будние дни, иногда добирал ночные дежурства по мере необходимости. Сейчас подавляющее большинство из нас обитает здесь. Администрация больницы пошла нам навстречу, нам организовали наш быт, организовали условия для жизни. Никто нас палками никуда не загоняет, это неправда. Никто нас здесь не запирает. Мы можем выходить на улицу и с точки зрения инфекционной безопасности абсолютно ничего страшного в этом нет. Конечно. У нас есть костюм хирургически одноразовый, костюм нательный, для того, чтобы не надевать грубые жесткие средства защиты на тело. Костюм, высокие бахилы, которые позволяют герметизировать конечности, изолировать нашу обувь. Обувь тоже у нас вся моющаяся. После чего у нас есть респираторы более высокого класса защиты, которые... Лицевые маски, они недостаточны для работы в очаге заражения. Эти респираторы более жесткие, но абсолютно нет никакой необходимости в том, чтобы ходить в них повседневно, поэтому, конечно, не нужно их выкупать и выискивать себе. Дальше у нас есть достаточное количество средства защиты. У нас есть два защитных халата. Один из халатов более мягкий, который надевается первым. Второй халат ламинированный, жесткий, который водонепроницаемый. Это одежда, которая надевается под защитный костюм. То есть это как бы обычная бытовая нательная одежда. Ходить в ней целыми днями мы не ходим, но перед заходом, перед тем, как надевать на себя одежду, в которой мы работаем в очаге, выглядим вот так.